Всем привет, с вами Сергей, и сегодня я расскажу вам, как сказать по-английски, что кто-то не блещет умом. Ну, то есть, кто-то не семи пядей во лбу. Конечно, мы можем сказать это напрямую, такими жестковатыми, прямольнейными словами, как stupid, глупый или fool, дурак, но мы пойдем немножко по-другому и возьмем такие более заковыристые, витиеватые выражения. И первое выражение это not the sharpest tool in the shed, что буквально значит не самый острый инструмент в сарае. И с этой идиомой есть парочка любопытных нюансов. Во-первых, слово sharp, ну или sharpest в данном случае, да, острый, самый острый, оно здесь немножко двухсмысленно. Sharp в английском языке может значить острый, то есть, который остро заточили, инструмент, нож острый, а также острый ум. То есть, когда о человеке говорят, что этот человек sharp, могут подозревать, что этот человек умный, сообразительный. И другой любопытный нюанс, связанный с этой идиомой, заключается в том, что у нее есть много вариантов, и в принципе, тут каждый может накреативить какой-нибудь свой вариант, и он будет понятен, если вы следуете вот этой смысловой схеме. Самый, не самый острый что-то, где-то. Обычные идиомы, они такие нерушимые, мы их используем в одном варианте, но это не тот случай. Приведу парочку таких примеров. Можно, например, сказать, not the sharpest pencil in the cup, не самый острый карандаш в чашечке, в стакане с карандашами. Смысл будет точно такой же. Ну или not the sharpest knife in the drawer, не самый острый нож в ящике стола. Следующее выражение, not the brightest crayon in the box, буквально не самый яркий, не самый светлый мелок в коробке. Ну, смысл такой же, не самого великого ума. И опять же, тут у нас интересное слово bright. Bright может значить как яркий, светлый, когда мы говорим про цвет, а также может значить умный, когда мы говорим о человеке. Если человек bright, то это значит человек одаренный, умный. Ну, а not the brightest crayon in the box это не самый такой вот выдающийся мелок в коробочке. И опять же, как и в случае с острыми и тупыми инструментами, здесь можно проявить небольшую креативность и немножко переделать это выражение. Например, есть варианты not the brightest bulb, не самая яркая лампочка. Причем не обязательно говорить где именно, просто не самая яркая лампочка. Ну или вариант not the brightest candle, не самая яркая свеча. Ну и еще одно выражение это one sandwich short of a picnic. Что значит пикник, в котором недостает сэндвича. Такой, знаете, без одной запчасти, полный комплект. И у этой идиомы тоже есть свои варианты. Суть вариантов в том, что это что-то, что должно быть вот в полном комплекте, но там недостает важной вещи или нескольких важных вещей. Например, a few bricks short of a full load. То есть вот мы загрузили кирпичи, а несколько кирпичей не хватает. Вот это имеется в виду. Ну или one card short of a full deck. То есть колода карт, в которой одной карты не достает. Ну в принципе можно сказать a few cards short of a full deck. Там несколько карт не достает. Не так важно. Важно, что у этой колоды карт не все как бы дома. На этом все. Теперь, когда вы услышите какое-нибудь заковыристое выражение, где говорят о том, что кто-то не самый острый или не самый яркий, или там в комплекте чего-то не хватает, вы поймете, что имеется в виду. Не забудьте поставить лайк, если видео понравилось. Не забудьте подписаться, если еще не подписаны. И до встречи в следующий раз. До встречи в следующий раз.